Если у вас очень маленькое количество сделок в неделю или в месяц или в две недели, и вы будете очень быстро поднимать объемы, то вас это очень сильно может побить. Почему? Потому что в следующий раз вы поднимете объемы в два раза, сделок будет мало, несколько убыточных сделок и вас прибьет. Давайте я идентифицирую, что такое много, а что такое мало. Если вы делаете приблизительно больше пятнадцати сделок в неделю, то вы можете поднимать объемы понедельно. Если вы делаете меньше десяти сделок в неделю, то есть приблизительно одна, даже меньше двух сделок в день, то объемы можно поднимать не чаще, чем раз в две недели или даже раз в месяц. То есть по простому математика предельно проста. Итак, чем больше сделок вы делаете в неделю, тем чаще вы можете поднимать объем, то есть так называемые риски. То есть, если вы делаете 50 сделок в неделю, то по сути дела объемы вы можете поднимать каждый раз в неделю. Количество сделок объясняет с какой скоростью вы можете поднимать ваши риски. Потому что подъем объема – это и есть подъем риска. То есть, это первое, что вы должны делать. Если сделок очень мало, потому что есть такие люди, которые, например, делают 6 сделок в месяц, эти люди не имеют права поднимать объемы позже, вернее, меньше, чем раз в квартал. Почему? Потому что сделок очень мало, 6 сделок, и вы можете получить в следующем раз убытки в 2 раза больше и в 2 месяца остаться впустую. Поэтому вы должны оставаться с минимальным количеством сделок как можно дольше и наоборот. Дальше. Это фактор номер один. Прямо записывайте себе. Фактор номер один. Количество сделок, которые я совершаю. Первый фактор. Какое количество сделок вы совершаете. Чем больше сделок, тем чаще можно поднимать объем. Второй очень важный фактор. Это статистика. Если вы закрыли неделю в плюс, неважно сколько, значит, вы можете поднимать объем. Многие зададут сейчас вопрос. Если я заработал 1 доллар, могу ли я поднять объем? В ответ да. Если даже вы заработали 1 доллар, то вы спокойно можете поднимать объем. Даже, буду помедленнее говорить, даже если вы заработали 1 доллар. То есть факт второй. Насколько прибыльные вы были. Например, давайте возьмем трейдера, который делает 30 сделок в неделю. 30 сделок в неделю, это приблизительно 1,5-2 сделки в день. Это нормально. 30 сделок в неделю, значит, трейдер может поднимать объем раз в неделю. Естественно, самое тяжелое увеличение объемов, это первый объем. То есть, вы с одного лота перескакиваете на 0,2. Слава богу, что, например, в некоторых местах есть градации, где можно делить, например, добавить 30%. Я считаю, что повышение объема чаще, чем на 30%, это очень жестко. Но, если, например, вы торгуете российский рынок и вы торгуете 1 лот фича, то, естественно, 1,5 лота фича вы торговать не можете. Вы можете торговать 2, с 2 перейти на 3, с 4 перейти на 5, а с 5 дальше уже повышать приблизительно 20-30%. То есть, средний трейдер, который приблизительно делает раз в неделю инкрементацию, то есть, подъем объемов, он может увеличивать в соответствии с положительными или отрицательными. Например, трейдер заработал за неделю это количество денег, он может переходить на более повышенный объем на следующую неделю. И абсолютно так же это работает в обратную сторону. Если вдруг в инструменте упали объемы, вернее, не в инструменте упали объемы, если вдруг вы потеряли деньги, то вы должны вернуться обратно на шаг назад. Надо верить только в одно, уверовать, только цифры. Я больше ни на что не обращаю внимания. Я смотрю только на цифры. Сколько было сделано, количество положительных сделок, это единственное, на что я начинаю смотреть. Дальше. Когда вы, естественно, получаете торговую неделю, вы должны, естественно, смотреть, какое количество положительных сделок у вас есть и с каким соотношением риск-приб Вы торгуете. Дальше. 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 Дальше.